Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Я хотел уйти от мужа, потому что он постоянно меня ревнует и подозревает, почему он не хочет, чтобы я от него уходила. Это психология такая, он был женат на другой, бросил ее за того, что она его ревновала и следила за кадром его. Ага, ну, если говорить прямо о том, что, как бы, чья-то психология, то я бы, наверное, именно так я бы, наверное, говорить не стал, потому что, ну, что значит психология? Психология это наука, так, говорят, да, что у человека такая психология, ну, это больше бытовое использование, я бы сказал, данного слова. Но, как бы, я не думаю, что корректно, вот, именно корректно говорить о том, что, ну, что вот это вот, это именно психология. Вот, я думаю, что, как-то вот, более корректно сказать, что человек живет, вот, скажем так, в определенной реальности, да, и эта реальность, ну, скажем так, она обусловлена некоторыми аспектами, вот. Что это за аспекты, что это за аспекты реальности, давайте вот попробуем посмотреть, что это за аспекты реальности такие, да? Ну, в первую очередь, для нас совершенно очевидно, по крайней мере, я на это надеюсь, для нас это совершенно очевидно, что все отношения мужчины пронизаны единой тематикой. И это тематика, ревность, недоверие, подозрение, да? То есть, как бы, пока вот, постоянная получается тревога. Значит, идея ревности не возникает на ровном месте. Идея ревности возникает, как правило, из опыта. То есть, ну, просто вот, чтобы, чтобы вы, понимали, да, это не происходит, не приходит из ниоткуда. И мужчина не из пустоты взял свою идею ревности. Не из пустоты мужчина взял свои подозрения, и что самое главное, он не из пустоты взял свою, вот, свою жену бывшую. Такую, которая, вот, как бы, его ревновала и следила за оказыванием его шага. То есть, в данном случае получается так, что человек, как бы, выбирает себе партнера, ну, соответственно, я бы сказал, его, ну, так скажем, ценности. Да? То есть, это вот именно ценности человека. Такие. Например, ценность доказать. Да? Доказать, что, допустим, допустим, что я единственный для тебя. Что мне никто не соперник. И так далее. То есть, это постоянная тревожность по поводу конкуренции. Это постоянная тревожность по поводу уверенности в себе. Да, это будет такая вот, ну, как бы, ценность, ну, проблема ценности, к сожалению, к большому конкуренции. Конечно же. Вот. И если для человека подобный, так скажем, ну, подобный подход, давайте назовем, давайте назовем это так, да? Если для человека подобный подход является ключевым, да, то, естественно, будут выбираться люди, которые как-то вот должны, ну, отвечать этому подходу. Как бы, как бы, как бы. То есть, должны выбираться такие люди, которые могут дать обратную связь. Ну, обратную связь именно вот на, условно говоря, вот эти вот, как бы, как бы, ценности человека. Да? Понимаете? О чем, о чем идет речь? Именно вот обратную связь. Если обратная связь, как бы, дается, если обратную связь, вот, условно говоря, человек получает, его позиция, его ценности, если угодно, они подкрепляются таким образом. Вот. И он еще больше убеждается правильностью и единственностью своей позиции, так скажем. Вот. Что в данном случае происходит со мужчиной, судя по всему. И то, что вы выбрали, в какой-то степени, с этим мужчиной тоже быть в отношениях. Пускай и, вот, как-то, может быть, не полностью, да, пускай, может быть, вы, ну, как-то, вот, может быть, вы думаете, что, вот, или думали, или думаете, что, вот, ну, не полностью вы в эти отношениях. Как-то вступили, или, может быть, вам кажется, что вы, вот, как-то из них, может быть, вышли, да, или что-то такое. Вот. А здесь аспект, он, как бы, именно такой, что все равно для вас эти вот, ну, как бы эти ценности, да, они для вас как-то, как-то, вот, имеют какое-то значение, ну, имеют какое-то значение, да. Эти самые ценности, вот, понимаете, да, о чем идет речь, я надеюсь, по крайней мере. Вот. И, значит, что мы имеем дальше? Дальше мы имеем ваш, как бы, ориентир. Дальше мы имеем, ну, может быть, может быть, по жизни, вот, как бы мы имеем ваш ориентир. Это, ну, на мой взгляд, как бы не так, не так важно. Ну, вы, вот, что называется, да, в определенной степени, как бы, движетесь в этом, вот, направлении. Вот. То есть, для вас, тема ревности, вот, также, вероятно, вот, имеет, ну, какое-то значение, какое-то значение, да. И мужчина вам, как бы, получается, здесь, вот, дает вот эту, вот, как раз, обратную связь. Вы, понимаете, да. Поэтому, вот, в данном случае, в данном случае, в данном случае, в данном случае, как бы, пытаться понять, может быть, вот, психологию человека, вот. Вот, не лучшая идея, возможно. А больше, как бы, задача заключается в том, чтобы вы, ну, может быть, вот, как-то обратили бы внимание на, допустим, себя, да. Чтобы, чтобы, чтобы вы, вот, как-то, ну, больше, ну, посмотрели бы на себя. Чтобы вы больше, как-то, поисследовали бы именно себя. Вот. Вот. Именно себя, поисследовали бы. Вот. И посмотрели, какое значение, вот, например, для вас имеет, имеет ревность, имеет вот эта вот история, связанная с, ну, каким-то, допустим, допустим, соперничеством. Если, если, если имеет, ну, если имеет место быть, да, соперничество. Вот. Как часто вы, ну, обращаете внимание на это соперничество. Вот. И так далее. Понимаете, да? Как бы. То есть, вот это то, на что вам, на мой взгляд, нужно обратить свое внимание. По крайней мере, вот, сейчас. Вот. И, увидеть, как бы я-то, вот, вообще, вообще, каким образом, что, ну, вот, в этом оказалось, ну, вот, с таким человеком в отношениях я-то, как бы, как он. Оказалось, вот, в этом, в этой истории. Вот. Это очень важно. Пытаюсь понять другого человека. Вы только, в общем и целом, ну, как бы, вредите себе. Вот. И все. И, практически, в свое время, на, вот, как бы, ну, довольно бессмысленные попытки понять другу, понять, ну, другу, другу, ну, довольно сложно. Вот. Потому что, опять же, вот, как бы, чужая душа потемка. И не всегда, вот, этот момент, он, в данном случае, ну, очевиден. Сколько угодно можно, вот, пытаться понять, что это психология такая человека или что-то еще. Вот, как бы, понимаете, да? Вот, поэтому особого смысла в этом нет. Но, если вас это злодело, если вас это зацепило, если вам, если вам это, если вам это причинило боль, например. чем быстрее вы это признаете, чем быстрее вы признаете то, что вам больно, например, тем лучше будет для вас, потому что вы быстрее начнете, что называется, воспринимать опыт, новый опыт, который, как бы, именно у вас, будет именно вашим. Пока что вы ориентированы на другого человека, на мужчину, который, вот, вас как-то вот, ну, по той или иной причине, да, вот, так или иначе, ну, травмировал вас. Вот. Понимаете, да? Как-то о чем идет речь. Вот. Вот, эм, то, что я могу вам, эм, сейчас сказать. Вот. Ну, как бы, вот, с точки зрения, эм, ну, ну, с точки зрения психологии, с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии. Вот. По факту, вам бы вот немножечко с личными, эээ, с личными границами бы поработать в данном случае, чтобы как-то вот такие аспекты, Вот, прификат, прификат, вот, чтобы, ну, чтобы чувствовать, как бы, когда ваши личные границы нарушаются, вот. Чем лучше вы будете это чувствовать, чем лучше вы будете это ощущать, тем легче вам будет, как бы, естественно, сопротивляться такого рода, ну, такого рода вот отношению к себе. Я не буду вас как-то, как-то обнадеживать, да, вот, не буду вас обнадеживать, что это будет легко, вот, это, ну, как бы, не всегда это легко, мягко говоря. Порой это, ну, довольно сложно, вот. Но, в принципе, это решаемо. Так что, вот, я думаю, такой ответ вам можно дать сейчас, с точки зрения психологии и с точки зрения психотерапии. Я надеюсь, что вам это было полезно, надеюсь, что вам это было интересно. Буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Это поможет и позволит вам над собой начать работу. Это позволит вам, ну, вот, знаете как, сформулировать, так скажем, первые мысли. Вот. О себе хочется, ну, хочется верить, вот, что новые мысли о себе, вот, которых, вот, у вас не было до этого, до этого. На вывод. И вы сможете начать процесс изменений. Процесс изменений, в первую очередь, начинается с проживания чувств, которые, вот, у вас, да, есть. То есть, именно, вот, проживание эмоций, проживание чувств. Вот. А дальше, дальше уже будет видно, в какую сторону вы будете двигаться. Вот. Понятно, да? А на этом все. Я желаю вам удачи. Всего самого доброго. Обращайтесь за помощью. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok